В этой серии мне предстоит бегать, бегать, ну и еще бегать. Короче, очень крутая получилась серия. Если вы не видели прошлых частей, плейлист в описании. По традиции, желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Убейте меня, пожалуйста. Опа, цыганский фокус, и я таки смог перейти в бар. Ну и по поводу названия для обреза, была куча классных вариантов, но я почему-то поржал вот с этого, который вы видите на экране, поэтому, наверное, так мы его и будем называть. Ну и, наверное, поржал даже больше не с названия, а с того, что идет после него, ну ладно. В общем, сейчас наша задача это поговорить с барменом. Чтобы пофиксить переход сюда, приходилось делать ресет. Ну, в принципе, ничего такого. Вот, но, тем не менее, какой-то бар странный, тут как-то темно, при свечах сидят, пацаны, будто свет им отключили. Ну, здорово, безымянный, Игорь сообщил, что ты придешь. Он говорит, ты нашел в X-18 что-то интересное. Привет, бармен. Да, я был там, нашел кое-какие записи. Вот они, держи. Хм, там было столько документов. Ну-ка. Ага, значит, X-11 реально существует. Судя по схемам, она похожа на подземную электростанцию, которая генерирует энергию для половины зоны. Подозреваю, что основная часть резервного питания ушла на поддержание работы антенн. Видимо, поэтому у нас сейчас перебои со светом. А-а-а, у них реально света нет. Кстати, что насчет тебя? Вспомнил кто ты такой? Нет еще. Но зато я узнал, что участвовал в перевозке оборудования из X-10 в X-18. Вот оно что. Да, действительно, здесь есть какой-то список сопровождающих. Но вместо имен у них замчатся кодовые клички. Так что будешь делать? Я еще не думал над этим. Вероятно, что надо найти X-10 или X-11. Может, еще что-то вспомню. В любом случае, я так просто это не оставлю. Здорово, что ты не сдаешься безымянной. Но надеюсь, ты понимаешь, что это сложнее, чем кажется. Ты ведь в курсе, что северная часть зоны полностью под излучением. Да, я в курсе. Ну а что делать? Буду искать способ, как пробраться через выжигатель. Хотя, для начала надо бы собрать побольше информации. В слепую действовать глупо. Верно мыслишь. Есть тут очень умные люди, которые наверняка смогут тебе помочь. В общем, недавно над нами пролетал грузовой вертолет с бункером ученых. Скорее всего, он летел в сторону аномального леса. Скорее всего, там он и остановился, ибо дальше смерть. Ученые в аномальном лесу? Это где? А, ну да, ты же не в курсе. Аномальный лес находится между агропромом и Лиманском. Граничит с мертвым городом. Паршивое место на самом деле. Аномалий полно, а мутантов еще больше. Что насчет ученых, то они со сталкерами в неплохих отношениях, и редко когда отказывают им в помощи. Отлично, пойду поищу этих ученых. Погоди, не спеши так. Мне тут слили координаты их стоянки, вот, лови. Там у них главный Герман, а второй вероятный его напарник, Озерский. Может еще кто в лагере будет, скажешь им, что идешь от меня. Ого, он, спасибо за такую инфу, пригодится. Да нет, это тебе спасибо, безымянный. Наши ребята уже отчаялись и решили, что в зоне больше нет никаких тайн. А тут ты смог достать что-то новое даже спустя столько лет. Ладно, держи. Это тебе за хорошую работу, доки свои покажи ученым, они знают, что с ними делать. Договорились. Ладно, я ушел. Три сумки с МВ и три консервы он мне дал. Ну и, конечно же, десяточку, спасибо. Вот это, я думаю, можешь забрать, кстати, потому что этот гибрид вонючий. Ну, пошел он, не работает, нахер он нужен. Так, сумки с МВ я, конечно же, провязаю. Далее, что? Ящик с запчастями, блин, нахер он мне нужен. И не скинешь его. На, вот тебе консервы твои же, которые ты мне только что вручил. Два патрона заберешь. У тебя есть дробь, слушай, друг? Дроби дай, а то мой обрез Жумайсенба страдает от того, что у него не хватает дроби. Блин, если б я умел нормально ту фразу на казахском читать, я бы ее каждый раз говорил, когда кого-нибудь убивался этого обреза. Так, ладно. Блин, мне бы еще обрез как-то зачинить, да хотя и так нормально, на самом деле. Что у вас в ящике? Ого, бармен, зачем мне твои сумки с МВ с простыми аптечками, когда тут вот такое есть? Я вот думаю, может ему аптечки все продать? Они тоже какое-то количество килограмм весят. Вот, четыре тысячи. Хотя, подожди, у вас есть в лагере педик? Не, педика нету, как я понял, жалко. Тогда придется тебе продавать. И что еще могу? Парочку батареек. Да, они вообще нихера не весят, поэтому зачем? Вот, ну на. Я тогда буду чисто армейскими мазаться, потому что 9 армейских по 2 использования равно 18. Это очень здорово. Так, я не знаю, что еще выкинуть, серьезно. Вот просто нечего. У меня куча всякого квестового говна. Ящик с запчастями, блин. Кейс с деталями. Вот куда, кого, зачем. Не знаю, чуваки, не знаю. А у тебя есть этот жесткий энергетик? Да, все. Не знаю, никаких проблем с выносливостью. Это кто вообще? Фу. У меня еды, кстати, нету, блин. Надо было еды закупить. Ну ладно, я сейчас иду к долговскому торгашу. Тут еще какой-то персонаж есть. А, это проводник. А куда он меня может провести? Так, это куда вообще? Это на затон, на затон. Мне пока не надо. Это куда? Это на свалку. Это... На свалку. Круто. И что? Подожди, мне нужно вот тут в анальный лес, получается. То есть со свалки идем на агропром, с агропрома идем в анальный лес. Так, ну мой маршрут мне ясен. Подожди, а почем у тебя цены вообще? И куда ты водишь? Поляна, огороды, свалка, барахолка, картон деревьев новичков. Нет, мне пока что никуда не надо, друг. Я чисто иду к Петренычу. Или кто он у вас там? Артефакты прям на дороге. Зачем? Ой, какие артефакты? Аномалии. Привет, а вы меня пропустите? Вроде пропустите. В Воронино, как я понял, никакого тут нет. Но что-то как-то... Не знаю. База Долга выглядит какой-то разворованный. Да и Долговцев мало. Ну не то чтобы разворованный, но упавший, пришедший в упадок. Вот. Опачки. Экзоскелет Восток. Прикольно. А у тебя есть ТГЗ энергетики, нет? Ладно. Так, ну-ка дай мне спрей масленка. Я попробую им зачинить обрез. Ого. Вот. И вот. Все. Масленок. Ладно. Ну, собственно, шо? Идем тогда на свалку. Со свалки на агропром. На агропроме, кстати, я ни разу не был, поэтому... Ну, я сомневаюсь, что там будет что-то интересное, но если вдруг будет, то я подрублю запись. Итак, я на агропроме. Я идиот. Я только что перебил эффект восстановления выносливости от ТГЗ энергетика простым. Но в итоге я в дерьме. Так, там как всегда на комплексе какая-то война идет. Время 3 утра мы в щи. Ну, в общем, ничего нового. Ооо, здравствуйте. Ребят, не хотите немножечко жумай санба? А? Вот так вот. Блин, еды бы и воды было бы неплохо. Ну и кто здесь воюет с кем? Как обычно, куча аномалий тут. Ну, судя по звукам, тут долговцы и одиночки. С военными? Ну ладно, ты что делаешь? Странный ты. Так, ребята тут чисто отдыхают. Понял. Опа. Не, ну вот за это, конечно, спасибо, а за вот это вот еще большее спасибо. Так, ну-ка, ну чинить, правда, я ничего пока не собираюсь, но тем не менее. Ладно. Так, дорога в аномальный лес впереди. Что-то, кстати, вообще по сюжету еще агропром не задействовался. Я чисто тут как проходной двор. Просто прохожу мимо и все. Но можно заглянуть в болото попробовать, там артефакты есть. Да и вот там аномалия тоже должна быть из орига, если ее не убрали. Ну-ка, давай заглянем, посмотрим. Так, артефакты, видимо, покинули чат, потому что, ну, что-то как-то нету тут ничего. А, нет, смотри, там в конце болота что-то есть, вон оно плескается. А ну-ка, иди сюда. Ну, смотри, уходит от меня. Зачем? Так, это очередная колючка. Ну, благо, она хотя бы не фонит. Хотя бьет, конечно, будет здоров. Так, ну я сомневаюсь, что в болоте еще что-то будет, поэтому идем сразу в другую аномалию. Блин, жрать еще больше захотел. Так, тут имеется один артефакт. Ну, в принципе, один артефакт тоже артефакт. Ты куда? Алло. Алло. И что? И как забрать, епта? Это за бред, чуваки. А? И где он теперь? Он переспавнился или что? Где он? Я не пойму. Кто-нибудь может понять вообще, что тут сейчас произошло? Что с артефактами в этом моде? Где он? Он наверху? Нет, смотри, я в демо-рекорд зашел, он не наверху. А где он? Он просто исчез? Или он под текстурой? Да без понятия, под текстурой вроде тоже не нашел. Понятно. Идем в анальный лес. Ого, я в анальном лесу, только зашел на локацию. И тут меня встречает толпа ученых, которые говорят, ну что расскажешь, и начинается война. Ладно, так. Опа. Ничего себе. Так, ну-ка убей его нахер. Давай, 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 химерка. Молодец. Хорошая работа. Так, я у тебя тут заберу еду. Ага, мне просто еда нужна. Я каменщик, работаю три дня. Без зарплаты, поэтому. Пришлось укласть хлеб в лальке. Но этого недостаточно, кстати. Тут собакины. Тут мужик погибший. А, это зомби был. Ой-ой, я не заряжен. Как так? Иди сюда. Не идет. Что тут? Антирадик, спасибо. Заманала. Что тут? Аптека. Ну и, блин, попить ничего нету. А тут что? О, еда. Ну и попить опять же нихера нету. Опять воруем хлеб. И хочется пить. Что здесь? Пусто. Что ж, печально. Тут какие-то текстолитовые хрени. Они мне не очень нужны. Нихера, это что тут вулкан, что ли? Или что? Подожди. Блин, вроде с виду маленькая локация. Хотя нет, не маленькая. Ну такая, типа, знаете. Нормальная. А на деле, смотрите, как я медно продвигаюсь. Она еще больше, чем есть. Подхожу к бункеру. Тут есть техник. Может, я ему смогу сбагрить все эти там ящики, не ящики. Здорово. Нет, вряд ли. Я ему сбагрю что-то. Починишь за 10 тысяч? Что, с дубу рухнул? Не придется. Так, я могу догрейдить свой обрез жума и сенба. И, наверное, я ему отдачу пониже. Так, автомат я пока не уверен, буду ли грейдить. И вот севу можно, кстати, загрейдить. Да, у меня 200 тысяч есть. Поэтому, тем более, он делает все модификации. Так, давай начнем снизу, как обычно. Химзащита, радиозащита, пси-защита. Так, пси-защита или восстановление сил? Конечно же, восстановление сил. Я бегун еще тот. Так, тут тоже химзащита, радиозащита, пси-защита, заживление, восстановление. Выбора не дают. Восстановление. Так, переносимый вес или количество контейнеров? Конечно же, переносимый вес. Ура. Ну, количество контейнеров можно, конечно, загрейдить. Но я сомневаюсь, что мне сейчас пригодится. Поэтому давайте чуть позже. Прочность костюма. Электро или термо. Чего у меня меньше? У меня меньше термо, поэтому термо. Так, а тут я вот электро и радио, пожалуй, предпочту Далее, броня Защита от разрыва, взрыв, гашем, удар и разрыв Или прочность костюма Эта сева ломается как тварь, поэтому, конечно же, прочность костюма И тут минус вес, потому что я люблю, когда у меня много предносимого веса Всё, 8 тысяч осталось, всё, убил в комбез Но зато теперь я, не знаю, нормально себя ощущаю Куча у вас тут, ничего, привет, есть 2 рубля Ооо, ты там с аптечками сидишь, везёт тебе Да-да, я кушаю Потом покушаешь, на тебе колючку И дай-ка мне попить И МРЕ Всё, я теперь счастлив и доволен Добро пожаловать в наш мобильный бункер, сталкер Чем я могу помочь? Здравствуйте, бармен сказал, что вам будет интересно взглянуть на эти документы из лаборатории Х-18 Ого, из самой Х-18? А это и в самом деле интересно Так, ну в целом понятно Предлагаю оставить эти документы у нас В замену могу предложить вам наш лучший детектор под названием Сварок Который позволит определить расположение аномалий и очаги радиации в радиусе 15 метров Что думаете? Может улучшить деньгами? В последнее время у меня туго с финансами И я в итоге согласился на Сварок Вот это я придурок, подожди Идите нахер своими диалогами Опять музыка заиграла Мне лучше деньгами, потому что Сварок у меня уже есть Иди сюда Оторвись от компа и дай 20 наград Так, давай заново покупаю у тебя всё Ага, в этот раз у него МРЕшки нету Как жить? Да видимо никак Так, может лучше деньгами? Хм, ну хорошо Возьмите, возьмите Здесь 30 тысяч, всего доброго То есть Сварок стоит там под 400, насколько я помню А денежная награда 30-ка Ммм, круто Но спойлер, если бы я взял Сварок Я бы его продал Тысяч за... Мы можем, кстати, проверить это просто прямо сейчас За 10 Как вам? Стоит он 400 тысяч приблизительно А продаётся за 10 Так что да, награда в любом случае выгоднее Но я просто к тому, что сама цена Сварога... Понятно Коротко о балансе Подождите, я хочу задать пару вопросов Ну хорошо, задавайте Только как можно короче У нас много работы Что вы знаете о выжигателе мозгов? Не так много, как хотелось бы Нам лишь известно, что те люди, которые занимались экспериментами над ноосферой В данный момент всеми силами пытаются скрыться от посторонних глаз И поэтому достать их не так-то просто Заградительные антенны, или как вы назвали их, выжигатели мозгов Являются одним из частных случаев защиты Уверен, что вам не нужно рассказывать их принцип действия Конечно нет, но вопрос в другом Вы знаете, кто их опять включил и почему? Эм, нет У нас лишь кое-какие предположения есть Однако это не более чем догадки Вероятно, все контролируется извне, со стороны Хотите сказать, кто-то приказал включить выжигатель Но при этом он сам даже не появлялся в зоне? Совершенно верно Сейчас мы можем быть уверены, что ни одна из организаций или группировок в зоне Не причастна к их повторному включению Иначе мы бы сразу пресекли любые попытки повторного вмешательства Как думаете, удастся ли отключить излучение? Возможно, в будущем мы попробуем решить этот вопрос И безусловно, ваш вклад как неравнодушного сталкера поможет нам в этом Понятно А сколько времени это займет? Не могу сказать На сегодняшний день у нас много другой работы И времени заниматься антеннами попросту нет В таком случае я могу помочь Мне все равно нужно на север зоны Что вы, это слишком опасно Мы не можем подвергать людей без подготовки такому риску Понимаю, но иного выхода у нас нет Либо с вами, либо без вас Но я найду способы, как это сделать Хм, ну если вы настаиваете В таком случае мы можем запросить финансирование И несколько доцентов для подобных исследований Но вы должны понимать, что мы с вами практически незнакомы Так что... Ну хорошо, что я должен сделать, чтобы завоевать ваши доверия? Дайте-ка подумать Для начала будет неплохо, если вы избавите нас от зомбированных Которые периодически доставляют нам проблемы в своем присутствии Координаты прилагаю Надеюсь, это не слишком сложно для вас Шутите? Считайте, что все уже сделано Понятно, выброс, круто Так, слушай, друг Ай, похер Я снова ношусь как угорелый Потому что у меня теперь куча переносимого веса Сохраняться не могу Но я тогда посплю Ах, хотя нет, не буду спать Буду ждать выброс Все, выброс кончился Но мне нужна еда Сюда подошел Быстро Да, раз у тебя нет МРЕ-шки То придется питаться говном Ну а что? Ну хотя галеты Неплохо, что? Хотя подожди А, это набор для рожи, гачу Ладно Все, я пошел Что ты тут дрочишься? Так, ну зомбированные действительно недалеко Тут рядышком в развалинах Кусавцы Так, и надо этой химере И тебе тоже так надо Так, ну-ка, химера, давай Справишься ли ты с моим обрезом? Давай, давай, нападай Блин, напала, кстати Я что-то думал, я смогу вправо увернуться А там эти бетонные хрени стояли Ладно, так уже быть Дам тебе еще один шанс Давай Что с погодой? Как-то она странно себя ведет Так, а ну-ка, химерка, давай Перестань бояться и нападай на меня Ааа, бля Твою мать Капец, там еще и зомби подпердывают Что за несправедливость Ну давай, химера Вокруг этого большого дерева Я готов разводить тебя Хоть целый год Ох, бля Чуть не обосрался Да, блин, я обязательно попаду До свидания Нормально Так, ну с зомби я так и не покончил Ну ладно, сейчас Сейчас все сделаем Ну так как у меня теперь Много переносимого веса Могу позволить себе Таскать часть тела мутантов Ранг повышен Я теперь, кстати, опытный Ааа, только Только стал им Ой Бывает и такое Ну вот и все Профессор Ты же умный человек На, вот тебе забери За семеру Таблетки, может, туда же Я сделал то, о чем вы просили Так быстро Хорошо Тогда я сейчас свяжусь с членами нашей команды И после того, как они прибудут сюда Мы сможем начать исследование А пока у меня есть еще одна просьба к вам Слушаю В данный момент у нас нет подходящего оборудования И вряд ли оно появится в течение месяца Поэтому я прошу вас посетить Южный исследовательский бункер Это на окраине ЧЗО в паре километров от кордона Ого, так далеко К сожалению, это так Однако без этого оборудования Мы просто не сможем провести наши исследования Нет, я ни в коем случае не принуждаю вас решать вам Так и быть, я схожу за оборудованием Как вкусно Здравствуй, о великий Я пришел в твой священный райский бункер Который светится как не знаю что Чтобы ты мне отдал свое вонючее оборудование Здравствуйте, профессор Я от Германа Да, Герман говорил, что ты придешь Как добрался? Путь довольно неблизкий Все в порядке Что там насчет оборудования Готово к транспортировке Правда, оно довольно тяжелое Нам пришлось упаковать его в защитный контейнер Чтобы ничего не разбилось Не страшно, я донесу Ага, конечно Отлично Тогда можешь забирать И вот еще кое-что За содействие в работе, так сказать Научная аптечка Элитный медкомплект Спецбингер Кулес Вика Сол Спасибо Ну, перевеса нет Уже жизнь Ага, конечно Перевеса нет Расскажешь школе Мне предстоит долгое И увлекательное путешествие Лучше, чем это Представить трудно Ура Это унылое пае Вы поняли? Закончилось Я добрался Я принес оборудование О котором вы говорили Тяжелое, однако Благодарю за доставку Вот, возьмите В качестве награды за работу Итак, оборудование у нас есть Однако, хотелось бы провести Некоторые дополнительные тесты Перед тем, как мы начнем работу По настройке пси-шлема Он понадобится Чтобы заглушить частотные волны Которые создают Заградительные антенны Хорошо Что требуется лично от меня? Необходимо установить сканеры Вокруг нашей мобильной лаборатории Вот, возьмите их И зафиксируйте на конкретных позициях И все Да, на этом пока все Ладно Что он мне дал? Контейнер с артефактом Говно Забери Есть МРЕ? Появилось в продаже Пока я туда-сюда Он не говорит со мной Заговорил, но К сожалению, уже всем пофиг Так Вот это нафиг А, у меня 4 МРЕ-шки Че я ною-то, ёпта Хе-хе Нормально Канистры Зачем? Я знаю, зачем я это с собой таскаю Нужно ли это по квестам Так, а ты у нас проводник, да? Да, ты проводник Поэтому, пожалуй, откажусь Пока Значит, где нужно установить сканеры? Первый вот тут Блин Я, конечно, не трачу особо выносливость Но было бы классно Если бы я бежал быстрее Но я не могу Потому что у меня перевес И что мне с ним делать Бог его знает Ну, мне реально нечего выбрасывать Вот это вот говно с лабораторией Никто мне не скажет никогда Нужно, оно не нужно Зачем я это с собой таскаю? Зачем оно вообще-то там лежало? Так, ну знаете Нытье помогает мне скоротать время Поэтому, пока я ныл Я уже добрался до первой точки И готов установить первый сканер Только что-то А, я должен сам это сделать Вот так вот, понял Дальше Вторая часть тут О, я только что съел галету И мне стало хорошо Ну, как я понял Несмотря на то, что я загрейдил Переносимый вес У меня не тратится выносливость То есть у меня повысился порог Да? Переносимого веса Я все равно бегу медленно Потому что Переносимый вес забинден Точнее, скорость Зависящая от переносимого веса Забиндена только на 50 килограммов И не предусмотрена Под тот случай Если игрок загрейдит комбез Понимаю Поэтому я все еще бегу медленно Ой, я слышу кабанов, кстати Вот вас-то мне очень не хватало Просто, блядь Только мог мечтать о вас Ну, естественно Меня с двух тычек загрызут Пофиг, что на мне Один из лучших комбезов в игре Улучшенная сева Пофиг, что я ее загрейдил по максимуму Кабанам Как бы насрать Две тычки и ты затычка Кто-то вчера в комментариях выстрел То, что мол, засрал мод Потому что тут все не так, как ты хочешь Да, ради бога Пусть тут хоть пони летают Это кому-то понравится А я просто озвучиваю мысли Так, ладно Опа, готово И вроде бы последний сканер остался Готово Возвращаемся Постоянно Постоянно Какая-то хрень творится Постоянно кто-то нападает Зачем они это делают Ладно Иди сюда О, я буду с тобой говорить Вот так вот Потому что ты этого заслуживаешь Дело сделано Хорошо Что ты еще, профессор? Да Понимаете, сегодня прибыли наши коллеги Из НИИЧАЗО Им поручили ответственное задание По замеру излучения Возле археаномалии В этом лесу Так, что проблема? Не то, чтобы это было проблема Просто у нас мало Действительно таких хороших бойцов А здешняя фауна Настроена довольно агрессивно К человеку Так что я бы хотел попросить его Стать для них сопровождающим Настроено Довольно Фауна Настроено Ну, нужно исправить Я считаю Ну, если это поможет Быстрее разобраться с выжигателем То я помогу профессору Замечательно Я сообщу им Что вы пойдете вместе Ну, да А я-то думал Что исследования выжигателя Уже так близки Но нет Привет Меня зовут Безымянный Я от Германа Какие планы? Кумыс, блин Круто Слушайте Обрез мой должен понравиться Э, ну здорово Безымянный Мы уж тебя заждались Зови меня, Кумыс Вижу, в зоне ты не первый день А значит и стрелять умеешь И по горам лазать Я это к чему? У нас тут доцентики На хвосте будут Надо здесь кое-какие замеры сделать А потом на милитари смотаться Ты как, пойдешь с нами? Да, я иду Когда выдвигаться буду Э, а милитари не входило В сделку вообще-то Тварь ты вонючая Ясно, развели меня Мне с ними еще на вонючие Армейские склады Текать Нахера? Зачем? Ну и что? Поговорить с Кумысом Я поговорил Что он сказал? Я тебя позову через минут пять Можешь пока готовиться Ааа, вот оно что Ладно, я готов Че делать? Пойду пока ящики поразбиваю Правда они пустые Но, тем не менее Ого, блин Впервые что-то полезное нашел Ты меня на рабочий стол позвал или че? Безымянный, мы уже уходим Давай догоняй А нельзя было сразу сказать так? Зачем на рабочий стол-то выбрасывать меня? Я не понимаю Ну идем, идем Ну что, готов? Да, пошли Все, пойдем Нихера Вот это у нас группа Побежали тупо Не, ну, кстати, респект Они быстрее меня бегут Потому что У меня, блин, больше чем 50 кг в инвентаре Обычно, когда миссия на сопровождении Я бегу всегда вперед Но что-то в этот раз все наоборот Я только отстаю Так, ну тут нихерово так-то, ну Поговорить с Кумысом Давай Так, мы на месте Пора приступать к работе Я контролирую подходы с дороги Лопух смотрит в лес Брокер лезет на вулкан и пасет сверху Безымянный Ты стоишь где-нибудь поблизости Чтобы в случае чего добивать тварей Которой успевает проскочить Все ясно Я с ней некуда Замерим аномальный магнит потом Круто А что дальше? Аномалия пятерочка И где мутанты? Ёпта Ооо Хана ученым Отлично, ребята Это точка просканирована Идем к следующей Безымянный Подойди на минуту Молоток безымянный Метко стреляешь Сейчас пройдем пару километров на север Там у перехода в Лиманский Есть одна прикольная аномалия Магнит называется Зуб дают Ты такого еще не видел Шаровая молния Метров 50 в диаметре Висит в воздухе Втягивает в себя мусор Похлеще пылесоса А еще светится изнутри Даже ночью заметно Да ладно Ну идем покажешь Погнали, погнали Давай, давай Иди что ты Или я теперь вас веду Походу теперь я веду Ни хера тут бежать Помянем Не знаю Вот на карте вроде Чуть-чуть осталось пройти Да А на деле Ёптвою меть Где эта аномалия? Ох Египетская сила Слушай Ну вот это неплохо Вот Плюс Этим Эй, ребят Здесь трупы сталкеров Вот единственный плюс Жирный Этой модификации Это локации На этом все Ага, я тоже заметил Похоже мутанты загрызли Остальные будете начекаются Не хотите лечь рядом Так какие мутанты? Смотри Здесь стрельные гильзы И горят пороха Думаю это проделки монолиты Кажется они не хотят Видеть чужихов на своей территории Не бойся Есть же безымянный Герой нашего времени Уж он им проходу точно не даст Так ведь? Ну конечно Странно все это Так, ладно мужики Собрались Здесь своим аналогично Лопух сзади Я с дороги Брокер на холме Безымянный неподалеку Остальные не спим Делаем свои дела И валим обратно Как только закончим Понятно Так что мне говорить С кумысом? Ого Вот это хреновина здоровая Блин А то Ты только близко не подходи Она и вправду затянуть может Кстати Тут фонит прилично Так что вот Держи А давай проверим Байки ли это? Затяни меня скорей Он реально мне тянет Слушайте Ааа Тихо-тихо Я пошутил Я думал это просто байки На самом деле это не реализовано Но нет Ох ёпт Подожди Я слышу говноедов Ля Красота Кстати Оооо Проклятье Все Подожди Я смогу выбраться? Нет не смогу Просто я встал Она почему-то не затягивала Я подумал Блин странно Она что с одной стороны Только затягивает А потом как втянула Пацаны такие мне кричат Не лезь Она тебя сожрет Опа Поговорить с Кумысом Ну что как тебе пробежка? Да ничего я привык уже Куда дальше? Ага А сейчас самое интересное Заброшенные деревни на милитаре Мутантов там полно Так что повоевать придется У тебя по патронам как? Могу свои доложить Благо у нас сейчас их в достатке Патроны на халяву Я только за Окей Как придем в лагерь Подгоню тебе из своего запаса Заодно отдохнем там пару часиков Уставшим идти Некамильфо Заметано И че? Ммм Вернуться на базу Кстати у нас Это что? Это один из ученых Который застрял там Релинига На фан встречу Пришел только Кумыс Ну на остальных как бы и похер Все Отдыхай пока Увидимся через пару часов Напишу тебе Когда мы собираться начнем До скорого Надеюсь Это наступит Никогда Ладно чуваки На этом я заканчиваю Большое спасибо всем За просмотр данной серии Если она вам понравилась В чем вы сомневаетесь Не забывайте ставить лайки Также обязательно подписывайтесь На мой канал Прожимайте колокольчик Если тут впервые Вступайте в мою группу ВКонтакте Кстати вот заметил Шикарную текстуру Тут ссылка на него в описании Так же как и ссылка На группу этого мода Если вы захотите В него сами поиграть И ссылка на плейлист С этим прохождением В случае если вы не видели Остальные серии Большое еще раз спасибо всем И пакедова Хочу сто Субтитры сделал DimaTorzok